Он был одним из создателей нового направления в искусстве, он жил в Париже, у него были рыжие волосы и умер он, не дожив до 40, оставив после себя огромное количество рисунков. Сегодня речь пойдет о польском Ван Гоге, и его зовут Станислов в Испанске. Ну что, поехали? В один холодный зимний день, 15 января 1869 года, в Кракове, в Австро-Венгрии, появился на свет маленький стащик. Его отец, Франтишек в Испанске, был скульптором и многое время проводил в своей мастерской нововела. Мать, Мария Роговска, была из аристократической семьи и была достаточно образована, но, к сожалению, она заболела туберкулезом и в 30 лет ее не стало. Когда муж потерял любовь всей своей жизни, он ушел в запой и совершенно забыл о существовании сына. Чтобы не дать пропасть маленькому стащику, его взяли под свое крыло семья Станкевичей. Они были представителями краковской интеллигенции. И это было его проходным билетом в светлое будущее. В школе не сказать, чтобы он был отличником, он любил историю, историю искусства и литературу. Ну, а все остальное как-нибудь само выучится. Но он был очень талантливым мальчиком и делал реквизиты для спектакля, и делал наметки пьес и зарисовки дома Станкевича. И в один прекрасный день в гости приходит друг семьи Ян Матейко, великий польский художник, видит наброски и говорит. А, мальчуган, может ты это, ко мне в академию пойдешь? Ну и Станислав, долго не раздумывая, конечно же, принял приглашение. И сначала он был только слушателем на лекциях, готовился к вступительным экзаменам. А в 1887 году он таки поступает в Академию изящных искусств, но этого ему было мало. И он пошел еще в Ягелонский университет учиться на факультете философии. Ну и как любой студент, он любил покутить. Походить по вечериночкам, говорят, что он был королем паркета. Также он любил проводить время в обществе дам. Он считал их своими музами. Но тут случилась у него безответная любовь. Его возлюбленная вышла замуж за другого. Бедняжка так переживал, что вошел в депрессию. Но Ян Матейко долго своему ученику раскисать не дал. И пинком его отправил колесить по Европе. В рамках своего большого путешествия он успел побывать в таких больших культурных центрах, как Вена, Люцерн, Милан, Верона, Венеция, ну и, конечно же, Париж. Здесь он познакомился с Полем Гогеном. И Станислав хотел учиться среди лучших, среди маэстро. И поэтому ему нужно было поступить в Академию Колороси. Но, как известно, Париж город недешевый. И отчаявшись, Станислав Испянский пишет письма своим друзьям. И он получает стипендию. И в 1891 году удачно начинает свое обучение. Здесь он узнавал новые тренды в искусстве. Он постоянно общался с творческой интеллигенцией. Ходил в музеи, театры, смотрел шекспировские трагедии. В общем, знания впитывал как губка. Но Краков все-таки его не отпускает. И в 1894 году он возвращается в свой родной город с полным багажом знаний, идей и энтузиазма. Станислав Испянский рисует свои пастели в стиле сецессиона. Сецессия по-польски это стиль, который отличается плавностью линии, графичностью и иллюстрациями. В это время в Испянске начинает делать витраж, который вы сейчас можете увидеть в костеле Швентего Франчишка. Кстати, наш художник работает не только над витражами, но и составляет планы по реконструкции Вавальского замка, Мариатского костела, пишет поэмы или бред так опере. В 1900 году Станислав Испянский женится на Теодоре Пытко. Все были против этого брака, потому что ну не гоже аристократу с крестьянкой водиться. В Испянскому это было в принципе по барабану. Он даже видел в этом какой-то плюс. В 1904 году он написал автопортрет с женой, где она стоит одетая в традиционное платье 19 века. И он даже делал на этом акцент, потому что хотел показать, что из крестьянства и аристократии может получиться хороший союз. Но по иронии судьбы, самой важной для него стала свадьба друга, который тоже женился на крестьянке. Гуляния шли несколько дней. Ну и как на любой качественной свадьбе, там происходили разные события, которые наш Станислав Испянский вот так аккуратненько, внимательно себе записывал в блокнотик. Так свадьба друга стала прототипом пьесы Весела, которая вошла в польскую классику. В 1901 году проходила грандиозная премьера, и публика ее очень радушно приняла, а цитаты с пьесы разлетались. Все об этом говорили. В общем, хайпа было много. Но на самом деле читать эту книгу иностранцу довольно трудно, потому что там используются разные польские диалекты, старопольские слова. Тем более надо знать историю, а конкретнее, что произошло в 19 веке на польской территории, потому что Польша еще на тот момент не существовала. Так что подготовиться надо основательно. Станислав Испянский наконец-то получает свое признание. Его пьесы ставят в краковских театрах, его картины, рисунки берут в разные зарубежные выставки. Он является графическим дизайнером журнала «Житие», он проектирует интерьеры и мебель. У него прекрасная жена и дети. В 1903 году он заболел с сифилисом, на тот момент неизлечимой болезнью, но по этому поводу он решает работать еще больше. И даже когда он был прикован к кровати, он диктовал слова к новой пьесе. Испянский умер в возрасте 38 лет, оставив после себя огромное культурное наследие. И в отличие от Ван Гога, он уже при жизни получил признание. Так что если вы будете гулять когда-нибудь по Краковке, посмотрите, может где-то там. В Испянский оставил свой автограф. Я желаю вам хорошего дня. Спасибо за просмотр. И до заводения. Мастеров, а для этого ему нужно поступить. Не да своему ученику. Шо, все нормально, все нормально. Шо я тушу себе, господи. У меня здесь... Ааа, за волосы, за цепл. На меня смотрят дети. Просто они с меня ржут. Я кто? Я профессионал, правильно. Все. Просто хорошо. Давайте как из этого я буду выходить, из тьмы такой. Из тьмы. Господи, как это вкусно пахнет. Да. Вот так будем работать. Хорош... Так. Все. Ну все. Подождите. Не, мне туда. Нет, нет, туда. Туда.